итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и мы продолжаем проходить гран туризма 3 и спек для второй playstation и на второй playstation ну что же в прошлой серии мы с вами обкатали вот этот вот агрегат очень неплохой ну и заработали с помощью него очень неплохую машину lancer evolution 7 на которой собственно говоря мы сегодня есть покатаемся его вот заводском чемпионате там будут представлены только evolution и но для начала мы его немножечко затюнем давайте-ка вот так нет быть моего не будем он так чистый но мы литье ему поменяем я тут выбрал нашел листал литье и правда опять уже подзабыл где она пятиконечная такая звезда так вот в одной из последних было точно помню нет похоже на нее но а вот двойная звездочка пятиконечная так больше вроде бы здесь нету ну ладно берем это просто сразу нам плюс там не знаю 5 к скорости даст на может и 6 вот так что не зря я думаю мы это так и давайте ка ему еще масло сменим это хоть немножечко до увеличить его мощность правда по идее не сразу а по истечении какого-то количество гонок ну и сразу прикупим ему покрышки так гоночные слития ну и как обычно медиум так но теперь мы готовы ну и объявлю еще одно такое нововведение с этой серии в общем я решил подключить руль с педалями playstation 2 на это меня натолкнул один из подписчиков вот задав вопрос комментариях что почему же ты не ездишь на руле и почему у тебя его нету я что-то так подумал у меня же есть руль то почему бы мне его не попробовать это на эмуляторе мы с вами ездили на джойстики и я даже не пытался прикручивать туда руль ну как то потому что во первых на первой сонке руль не настолько он отзывчив и прочее ну и банально просто ей не пробовала с playstation 2 уже гораздо проще благо руле она многие держит и мой driving force gt сразу же определила вот так что сейчас поедем на руле driving force logitech driving force gt вот я перед записью немножко покатал так давайте начинаем и как-никак надо привыкнуть к нему поначалу мне даже не получалось выиграть так ну и так как мы на руле с этого дня в общем будем ездить тогда вот с этого вида потому что на руле ездить с вида от третьего лица просто ну невозможно то есть руль и вид от третьего лица они просто несовместимы адски сложно управлять машиной какая-то инерция у нее появляется она реагирует на повороты очень плохо вот а вот как раз от такого руля а я такого вида гораздо отзывчивее становится видите плохо здесь третьей части еще нету вида ну хотя бы с крыши был бы вот как в четвертой части добавили здесь вот только два вида как собственно и в прошлых частях ну а уж в виде из кабины говорить не приходится так ну на руле конечно ну с одной стороны даже чем-то сложнее потому что ход руля ну как вы сами понимаете гораздо больше угол поворота поэтому с одной стороны немножко машины надо так по размашисте управлять как раз таки уходить по внешней на внутреннюю там снова на внешнюю то есть классические такие траектории использовать и ну не получится как на аналоге у аналога то ход гораздо короче и можно гораздо более шустро поворачивать здесь так не прокатит поэтому это вот назад на 4-х годовой мы машине не я думаю на заднеприводной здесь будет сложнее ехать еще сложнее чем это на джойстике вот этого мы еще дойдем сегодня у нас пока полноприводный lancer evolution 7 ну и на нем в принципе неплохо а с другой стороны управлять легче с той точки зрения что у нас педали появляются то есть не какой-то аналог там маленький коротенький а вот педаль у них ход конечно большой и управлять газом играть газом гораздо удобнее и легче принципе на заднеприводной может быть это части компенсирует рулежку вот как раз таки наличие педалей но это мы еще проверим вот вот в таких вот резких связках конечно надо гораздо более аккуратно действовать вот чем на джойстике и я тоже вот ездил по этой трассе тренировался и у меня поначалу были пробег у меня все время вот повороте штопор там закручивала потому что я ну то слишком резко рулем крутил то наоборот слишком плавно и меня выносило так ну вот первую гонку благополучно завершили возглавили протокол из lancer evolution of так здесь за победу по 5000 дают хорошо так уж и мало хотя это чемпионат beginner вот мы потратились конечно на покрышки изрядно ну думаю что отчасти вернем конечно деньги надеюсь что все таки с первого раза получится все гонки пройти я в этой серии в эта серия скорее все будет коротенькой потому что здесь мы пройдем наверное только вот чемпионат эволюжинов в виде beginner вот потому что я заходил в лигу в среднюю и там чемпионат эволюжинов он очень бы долгий получился там по 6 кругов на каждой трассе 5 по 6 поэтому все таки следующей серии мы с вами тогда пройдем мэйчур лиги тоже чемпионат эволюжин но эта серия будет довольно короткой так ух блин немножко я перетормозил в повороте не конечно с рулем вот гата поролся и еще и меня подкосил прям с рулем конечно гораздо интереснее гонять новое какой-то новый опыт шину в третью часть да и в четвертую я не ездил на руле вообще на второй сонки я руль не использовал хотя нет вру был один момент когда я в гран туризма 4 все-таки покатался на руле с педалями но это было в магазине я сам работал в магазине и нам завезли рули и в общем playstation 2 как раз у нас была подключали и вот гран туризма чуть-чуть погоняли ну там буквально две-три трассы проехали все вот а так в принципе на руле с педалями на гонке на playstation 2 я не играл можно так сказать вообще неправильно вошел а вот спасибо чувак не выровнял меня войдя в первый поворот этой связки неправильно блин рисковал связку закосячить вот что я хотел сказать отличие впечатления езды от гран туризма 3 и гран туризма 6 конечно в 6 части на руле ездить гораздо проще даже на интуитивном уровне то есть там эффекты отдачи гораздо лучше просто в разы здесь вот сейчас еду и руль ну практически не вибрирует не сопротивляется как-то ну только уж если совсем какой-то крутой поворот да еще и допустим вот занос машину там пустить в той части гораздо более лучше проработанные эффекты отдачи плюс опять же такие ну отзывчивость лучше гораздо то есть на руле там ездить проще прям вот чувствуешь как у тебя вот вот например сейчас там раз правая сторона машины заехала на поребрик на траву или еще куда-то зацепил ну ты прям вот чувствуешь это поэтому легче какие-то ошибки свои исправлять или предугадывать действия ну конечно в 6 части шикарно сделано езда с рулем постарались разработчики здесь же конечно ну в силу понятное дело мощностей самой приставки не так все проработано но все равно равно конечно всем другие ощущения нежели на джойстики когда едешь привыкать надо все равно вот я я вам говорю как человек который только-только сел за руль и не ездил с этой физикой на руле привыкать нужно то есть мало того что вообще просто надо привыкнуть плюс еще если какая-то новая трасса на руле на которой раньше не ездил то тоже и к ней надо привыкать даже если на другой трассе накатал уже порядочно поэтому ну в принципе я говорю перед записью немножко поездил поэтому сейчас вот ну получается по крайней мере выигрывать с первого раза я еще поэтому на всякий случай покрышки купил сразу с первой гонки а когда тренировался я первую гонку ехал на стоковых покрышках и было конечно потяжелее машину возила по всей трассе скользила она на руле вообще надо тормаживаться четче то есть ну правильнее что вот гата в одну у меня то есть стараться не лихачить в поворотах если тормозишь то ну тоже педалью педалью тормоза играть то есть чуть-чуть притормаживать не полностью педаль выжимать не полностью а так немножко на нее давить ну благо здесь это тоже все можно сделать ухты прикольно классно мы его проскочили вот например здесь вот сложное торможение вот ошибся я сейчас как раз таки потому что слишком сильно нажал на тормоз и сразу машину видимо резина заблокировалась или просто снос пошла получился занос руль то состоянии вывернутом поэтому надо очень четко на джойстике это как-то ну проще отловить что ли контролировать вот здесь более конечно реалистично аккуратнее в общем надо действовать гораздо более осмотрительно ну в этом и интерес сложность игру несомненно повышается но с другой стороны повышается и контроль над машинами реалистичность повышается прикольно то что сделали не здесь вот разные эволюшины ездят да то сделали бы только последний например 7 не совсем вот интересно так можно вот прочувствовать посмотреть как едут как выглядит как себя ведут разные модификации эволюшина особенно мне нравится вот на руле вот такие скоростные связки входить четко перед этим эска была сейчас получше удалось войти без ошибки так ну все вроде бы ух так на 26 лучше круг 2 нормально ну да абсолютно разные эволюшины от 4 и до прям 7 все представлены правда тут в третьей части по моему нету 3 эволюшина 2 нету таких совсем уж древних так ну что ребята вот мы за разговорами принципе так довольно быстро прошли чемпионат и сейчас нам дадут тачку ну собственно говоря чего еще можно было ожидать чемпионате эволюшинов дали нам у нас четвертый эволюшин стоковый заводской но в принципе неплохо продавать пока не будем деньги в принципе есть вот и оставим его пока у себя и давайте вот зайдем в ралли мне вот интересно сколько тут например денег дают так ну это первый а вы смотрите-ка в ралли еще и входит спешил стейдж рут 5 дождевой он чем первых еще и поэтому их тут много так трасс я еще тогда удивился первый раз но не обратил внимание на то что здесь есть дождевые вот эти гонки блин ну вы гляньте везде по 5000 дают да точно везде 5000 и только естественно за первое место блин ну ничему их не учит опыт второй части те же самые деньги скорее всего тачки здесь тогда не дают за раллиный режим блин прям я разочарован конечно благо здесь хоть в раллином режиме управляется получше управление по лучше так ну вот помыли снова наш lancer ставим в гараж так и у нас да вот он 4 gsr полноценный гоночный вариант не 4 конечно тоже классно смотрится 4 evolution часто у нас с вами уже десятка доступно 10 evolution ну ладно принципе вот у нас есть еще 7 лансер эволюзионы так ну что же в следующей серии мы с вами тогда пройдем чемпионат evolution of только в средней лиге там серия будет подлиннее также на руле естественно но сейчас давайте попрощаемся всем большое спасибо что смотрели комментируйте ставьте пальцы вверх также подписывайтесь на канал подписывайтесь на группу в контакте все ссылки даны под этим видео ну а с вами был как всегда скудер всем счастливо увидимся следующей серии